Алексей Дудин – автор благотворительного проекта «За спасибо». Уже два года он и его команда помогают людям. Они делают маленькие, но такие важные добрые дела. Восьмилетней Маше проект помог собрать деньги на беговую дорожку для реабилитации. У девочки нарушение опорно-двигательного аппарата. Но она настоящий боец и уверена, ее болезнь можно победить. Надо пытаться и идти к своей мечте. Я не смотрю на других. Я хочу сама. Ну, сама. Без разницы, как. Ну, идти. После получения беговой дорожки Маша учится ходить сама. Вся ее семья благодарна общественникам, как и десятки других людей. За два года проекту «За спасибо» удалось собрать более 400 тысяч рублей для тех, кому нужна помощь. Причем сбор проходит в форме веселого соревнования, главная цель которого – благотворительность. Дело в том, что мы всю эту историю помощи и добра перевели в такой вот, ну, не знаю, развлекательный характер. То есть мы сами веселимся, сами делаем приятные нам вещи. Но в то же время в выхлопу всей этой истории не просто повеселились, поболтали и разошлись, а еще кому-то сделали доброе дело и кому-то помогли. На доске почета висит фотографии Натальи Тонконожко. Она работает воспитателем Владимирского детского сада номер один. В профессии женщина всего три года, но ее заслуги высоко отмечают не в первый раз. В этом году она выиграла городской конкурс «Педагог года». И сегодня Наталья снова на сцене с цветами и благодарностью. Я очень благодарна за то, что мой труд увидели, оценили. Мы будем работать дальше, стремиться к новым вершинам. Это замечательная профессия. Я на своем месте, получаю массу удовольствия. Надеюсь, что и мои воспитанники, и родители получают удовольствие вместе со мной от моей работы. Городскую доску почета обновляют каждый год. По традиции делают это накануне дня рождения города Владимира. Таким образом, в мэрии благодарят жителей за большой вклад в развитие и процветание областной столицы. За ваш талант, за ваше упорство, за ваш патриотизм вы делаете все для того, чтобы наш любимый город процветал, радовал нас, радовал наших детей, наших внуков. Помимо общественников, медиков, воспитателей, учителей отметили и целые трудовые коллективы. На доску почета занесли 12 лучших предприятий города Владимира. Ольга Эльфимова и Дмитрий Шатал.